Ужение Дерека Принца Провозглашая вдохновенное Слово Божие до концов земли, достигая тех, кто не достигнут, уча тех, кто не научен. Дерек Принц признан одним из ведущих учителей Библии нашего времени. Он и его жена Руф путешествуют по всему миру, делясь откровениями из Божьего Слова, молясь за больных, делясь пророческим взглядом на мировые события в свете Писания. Радиопрограммы Дерека Принца достигают более чем половину земного шара в переводах на русский, испанский и китайский. Он является автором более 30 книг, переведенных на почти 40 языков. В рамках специальной программы эти книги и кассеты рассылаются христианским лидерам стран Третьего мира, коммунистические страны и страны Ближнего Востока. Дерек Принц Министрис представляет. Я усердно искал Бога насчет того, на какую тему Он хочет, чтобы я говорил на этих семинарах. И заголовок, какой я выбрал, это «Исследуя невидимое». Я буду говорить о том, что происходит внутри вас и меня. Песня, которую мы только что спели, «Изменяй меня и формируй меня», находится в полном соответствии с нашей темой. Я верю, что существует, по крайней мере, три очень важные вещи, которые человек никак не может узнать, кроме как через Божественное Откровение. До того, как я стал проповедником, я был профессиональным философом, и поэтому в некоторой степени я занимался изучением всех этих трех вещей. Но я никогда не находил удовлетворительного ответа до тех пор, пока не нашел Откровение, которое Бог дает в Своем Слове. То, что я имею в виду, — это природа Бога, происхождение человека и внутренняя природа самого человека. Я не верю, что мы можем взглянуть в самих себя. Мы не знаем, что происходит внутри нас, и очень часто мы ограничены. Когда имеем какое-то свидетельство о том, что произошло внутри нас, я буду использовать скинию Моисея в качестве модели или отправного образца. Я собираюсь дать определенное истолкование скинией Моисея, на которое вы совершенно свободны сказать, я не согласен с ним. Но это ничего не меняет. По-прежнему любите меня, и тогда мы оба сможем попасть на небо. Я хочу сказать, что существует множество правильных способов истолковать скинию. Тот способ, которому я буду следовать, он стал для меня очень реальным на протяжении многих лет. Я думаю, в терминах этого истолкования, и оно, безусловно, помогло мне понять самого себя. Я хотел бы начать с нескольких мест Писания, которые говорят на тему святости. Некоторым из вас это может показаться странным, но в Библии нет другого такого отрывка, другой такой темы Библии, которая давала бы мне больше желания к личной святости, чем изучение скинии. Я думаю, что изучение скинии похоже на грамматику. Она либо нравится вам, либо не нравится. Но между этими двумя возможностями третьей нет. Многим людям грамматика кажется скучной. Они надеются, что как-то обойдут ее, не изучая ее. В случае со мной это не так. Я нахожу грамматику, структуру языка исключительно интересной. Если у меня было бы какое-нибудь хобби, на которое у меня нет времени, то этим хобби было бы изучение языков. И по этой причине грамматика очень интересует меня. Лучше я не буду сейчас развивать это дальше, потому что потом не смогу остановиться. И я думаю, что со скинией точно так же. Некоторые люди находят скинию совершенно захватывающей. Другие думают, почему же Бог столько страниц Библии и уделил этому странному сооружению, которое было построено всего лишь на несколько лет в пустыне. Ну что ж, я надеюсь, что как-то... Что то, как я буду объяснять вам скинию, я смогу этим заинтересовать вас лично в ней. Но давайте начнем с того, что посмотрим на Божьи требования святости к Его народу. Я путешествую очень много и встречаюсь со многими верующими разного происхождения, из разных стран и многих национальностей. И я должен сказать, что сегодня в большинстве мест очень мало проповедуются о святости. И тем не менее, это одна из основных тем Библии. Поэтому давайте начнем с того, что посмотрим на три отрывка в Писании. Прежде всего, Псалом 92, стих 5. Псалом 92, стих 5. Здесь псалмист обращается к Господу. Шелест страниц Библии для меня звучит, как музыка. Несколько лет тому назад я был удостоен привилегии говорить в еврейской синагоге в Кейптауне, в Южной Африке. Равин был очень дружелюбен, и он знал, что я интересуюсь и участвую в жизни Израиля. Он не предоставил мне самого святого помещения в синагоге, но он предоставил мне зал синагоги. И он был наполнен. Там, наверное, было человек 500-600. Этот раввин сказал, что мы никогда до этого не видели, чтобы в этом зале было так много людей. И я сказал бы, что, наверное, 80% из них были христиане, и остальные 20, вероятно, евреи. И я говорил из ветхозаветных пророчеств и объяснял, почему я считаю, что сегодня эти пророчества исполняются на Ближнем Востоке, в государстве Израиля. И каждый раз, когда я обращался к Писанию, все харизматы открывали свои Библии и шелестели страницами. Равин сказал, что его люди даже не знали бы, где искать эти места в Библии. Поэтому это как музыка, слышать, как вы переворачиваете страницы своей Библии. Вы получите из проповедей два раза больше, если сами будете смотреть места Писаний. Хорошо. Псалом 92, стих 5. Откровения твои несомненно верны. Дому твоему, Господе, принадлежит святость на долгие дни. Никогда не будет такого времени, когда святость не будет приличествовать или не будет уместно в Доме Божьем. Святость принадлежит Дому Господа. То есть она уместна там, там ее место. И она берет оттуда начало. Затем мы откроем место в Новом Завете. Послание к евреям, глава 12, стих 14. Евреям 12, глава 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Это очень ясное утверждение, не так ли? Без святости никто не увидит Господа. Означает ли это, что ты не можешь спастись без святости? Или это значит, что у тебя не будет духовного видения, которым ты сможешь видеть Господа? Я не совсем уверен. Я знаю, что Иисус сказал, «Блаженно чистые сердца, мы бы они Бога узрят. Без святости в наших сердцах мы никак не будем способны видеть Господа». И затем, в первом послании Петра, в первой главе, стихи 15 и 16. Первая Петра, первая глава, 15 и 16 стихи. И это написано верующим Нового Завета, хотя учение основывается и на Ветхом Завете. Петр говорит, он собирается цитировать закон Моисея, «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Есть два способа истолковать это. «Будьте святы, потому что я свят». Один способ — это «Вы должны быть святы, потому что я Бог свят». Другой способ — это «Будьте святы, потому что я живущий вас свят». Я есть ваша святость. Первое — это религия дел. Второе — это вера. Хорошо. Давайте сейчас обратимся к рассмотрению скинии Моисея. Она описана в нескольких местах Нового Завета, так же, как и Ветхого. Некоторое время мы будем изучать послание к евреям, и нам нужно знать, где находится в Новом Завете послание к евреям, потому что мы будем часто возвращаться к нему. Послание к евреям, 9 глава, стихи с 1 по 5. Я прочитаю вам эти стихи для того, чтобы указать, что авторы Нового Завета использовали скинию как иллюстрацию и образец для духовных переживаний христиан Нового Завета. И именно так я собираюсь использовать ее. Евреям, 9 глава, с 1 стиха. И 1 завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Святилище земное – это скиния. И помните, что слово скиния так же переводится словом палатка. Но мы будем говорить скиния. Ибо устроена была скиния первая, первая ее часть, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которое называлось святое. За вторую же заветсу была скиния, называемая святая святых. На иврите это кадаш кадушин, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег Завета, где были золотой сосуд с манную, жезл аарунов расцветший и скрижали Завета. Скрижали Завета – это были две каменные скрижали, на которых были написаны десять заповедей. А над ним, то есть над ковчегом, над крышкой ковчега, херувимы славы, осеняющее очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. Автор послания к евреям говорит эту фразу больше, чем однажды. И он возлагает на верующих ту вину, что они не были достаточно зрелыми, чтобы суметь понять это. Это было то, чего они лишили себя из-за недостатка духовной зрелости. Но вы видите, что все находящееся в Скинии представлено, как имеющее прямое отношение к нам, к христианам в этого времени. И теперь мы откроем послание евреям в десятую главу, где это применение еще более непосредственно. Евреям, десятая глава, начиная со стиха девятнадцатого. «Итак, братья, имея дерзновение, то есть уверенность, входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, которую Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водой чистой». Вы увидите здесь, что фактически Скинии используются здесь как вызов для нас, что давайте мы будем ходить во святое святых, потому что через кровь Иисуса нам был открыт путь. И так я делаю это просто для того, чтобы подвести основание из Писания, для того, чтобы мы берем Скинию как пример духовных истин и духовного переживания для христиан этого периода истории. Сама Скиния с большими подробностями описана в следующих главах. «Книга Исход» из 25 по 27 главы, 30, 31 и 36 по 40. В этих главах говорится также о священстве Аарона. И кроме того, о Скинии говорится много раз позже. Итак, Скиния является одной из главных тем Библии. И я не могу поверить в то, что Бог так много написал о Скинии просто в качестве интересного исторического описания. В этом должно быть что-то гораздо большее, потому что Бог употребляет место очень экономично. Он также экономичен в словах. Таким образом, здесь что-то очень важное и значимое для нас. Если же взять Скинию в целом, то одной характерной ее чертой является то, что она состоит из трех отделений. Из внешнего двора, святого места и святого святых. Я верю, что это можно истолковать как образное изображение различных вещей, и интересных, и важных. Это мое личное понимание. Я верю, что в определенном смысле это изображает структуру Вселенной. Я верю, что святой святых соответствует третьему небу, то есть небу обитания Бога. Внешний двор соответствует видимому небу, которое мы видим, а промежуточное место соответствует поднебесью, то есть промежуточному небу, на мой взгляд, о котором говорится по-разному во многих местах. Это просто один способ. Мы не будем сейчас углубляться в него. Я верю, что во многих отношениях скини является изображением Церкви, Церкви Иисуса Христа. Но для наших нынешних занятий я возьму скинию в качестве изображения человеческой личности, всего человеческого существа. И я буду использовать это описание для того, чтобы дать вам посмотреть на самих себя в зеркало. Вы помните, что Иаков называет Библию или Писание зеркалом. И он говорит, что нам нужно заглядывать в него. А заглянув в него, нам нужно действовать в соответствии с тем, что мы увидели. Понимаете, естественным образом вы не можете заглянуть сами внутри себя. Вы не знаете, что там внутри или что там происходит. Я верю, что скиния – это один из различных путей, данных нам, Богом, для понимания того, что практически происходит внутри нас. Теперь, для того, чтобы начать в основном понимать разделение скиний на три отдела, то есть на внешний двор святой и святая святых, один способ, которым их можно отличать друг от друга, это в соответствии со светом, доступно в каждом из них. Это одна из самых отличительных черт каждого отделения. На внешнем дворе свет был естественным, днем солнца, ночью луна и звезды. Это соответствует тому, что мы можем постичь своими органами чувств. После того, как вы зашли за первую завесу или за первый занавес, естественно, света больше не было, свет был искусственным. Свет давал золотой семисвечник, и в каждой из 22 чашечек было чистое оливковое масло, которое при горении давало ясный чистый свет. Это было освещение в святом месте. Потом, когда вы заходили за вторую завесу, там не было света. Там должно быть было чрезвычайно темно, потому что святое святых было покрыто четырьмя покрывалами, которые исключали проникновение всякого света. Там не было никакого света, за исключением того случая, какого случая, когда Бог сам освящал его своим личным присутствием. То, что мы называем славой Шекина, славой Божьего присутствия среди его народа. Я думаю, что это интересно, потому что я буду рассматривать святое святых как пункт нашего назначения. Это то, куда мы направляемся. Я думаю, это интересно, потому что мы направляемся в место, которое на самом деле очень невелико, и внутри его находится только один предмет обстановки. И там вообще нет никакого света, если только Бог не почтит нас своим присутствием. Мое личное наблюдение о христианской жизни такое. Чем дальше вы идете, тем меньше у вас возможностей для выбора. Узкий путь не становится нисколько шире, он становится все уже. Во святом было, по крайней мере, три предмета обстановки. Но когда вы заходите за вторую завесу, там остается только один. И если он не интересует вас, то у вас нет никакой мотивации для того, чтобы заходить так далеко. И в определенном смысле мне интересно, сколько людей заходит так далеко. Я думаю, что это количество уменьшается. Чем дальше вы идете? Бог не тянет нас и не принуждает нас. Он приглашает нас, и каждый из нас должен решить для себя, откликнусь ли я на это приглашение. Хорошо. Что касается рассмотрения скинии как изображения человеческой личности, Важно понять, что Библия открывает человека как триединое существо. Три в одном. Вот что означает слово «триединый». В начале Библии, где описывается, как Бог создал человека, сказано, что Бог сотворил человека по своему образу и по своему подобию. Здесь опять-таки есть мысли, которые некоторые из вас, может быть, не захотят принять. Ничего страшного, это полностью на вашем усмотрении. Но слово, переведенное как образ, на иврите это «целем», которое также переводится как «тень». И в современном иврите употребляется для фотографии. То есть это слово конкретно относится к внешней форме. И лично я верю, что даже внешняя форма человека отличает его от всех других творений, потому что он в определенном смысле физически представляет Бога. У многих людей с этим проблемы. Ничего страшного. Но позвольте мне высказать вам мысль, что когда Бог явил себя в человеческой плоти, это было уместно. Он явил себя как человеческое существо, не как бык или жук. Физической форме человека есть что-то, подходящее для Бога или соответствующее Богу. Более того, и я надеюсь, что никого сейчас не обижу, он явил себя как мужчина, а не как женщина. Это, по-видимому, оказалось более подходящим, и этот вопрос сегодня очень болезненный. Но Бог не переменил своих мыслей. Теперь я хочу сказать, что когда сказано, что Бог сотворил человека по своему подобию, это не то же самое, что и по своему образу. И я верю, что часть подобия состоит в том, что Бог триедин. Один Бог три личности, Отец, Сын и Дух Святой. И человек триедин. Один человек с тремя отдельными областями личности. Интересно, что самый первый стих Библии содержит все последующие откровения Бога. Лично я считаю, что всякий раз, когда Писание представляет какое-то большое понятие, то первый раз, когда оно появляется, там содержатся семена всех последующих истин, которые постепенно раскрываются. Если вы возьмете утверждение первой главы книги Бытия, первого стиха, на еврейте оно звучит «Брейшит, Бара, Элогим». Три слова «Брейшит» в начале, «Бара сотворил» и «Элогим» — Бог. Глагол идет перед существительным. И интересно то, что слово «Элогим» стоит в форме множественного числа. «Им» — это окончание множественного числа в игрите. А формы единственного числа тоже существуют. Это «Элуах». Но в самом деле, когда Бог упоминается, Он упоминается во множественном числе. Но глагол, который стоит вместе с этим существительным, в первом стихе Библии, в первом стихе Библии, вы находите сущность той тайны, что Бог один и больше, чем один. Поэтому у меня никогда нет никаких проблем с тем, чтобы сказать, что я верю в три единого Бога. Многие люди, особенно евреи, говорят, что Библия не употребляет слово «Троица». Но все зависит от того перевода, которым вы пользуетесь. Но я считаю, что законно говорит, что Библия раскрывает три единого Бога. Один Бог на три личности. И она раскрывает три единого человека, сотворенного по подобию Божьему. Один аспект подобия между Богом и человеком – это то, что Бог три един, и человек три един. Есть такие истолкования человеческой личности, которые не признают три единства. Я должен сказать, что я просто не согласен с ними. Однажды я отвечал за учение в одной библейской школе, где официальный учебник, принятый в этой школе, говорил о том, что человек является не три единым существом, а как бы двуединым. Мне просто пришлось исправить эту книгу, вот и все. Это было в одном из тех мест, где все нужно было называть какой-то логией. Ничто не считалось достаточно интеллектуальным, если это не называлось какой-то логией. Таология – это хорошо. Эсхатология – это было изучение последних событий. Пневматология – это было учение о Духе Святом. Сотериология – это была наука о спасении. А экклезиология – это была наука о церкви. Я так устал тогда от всех этих логий. Но один мой брат, он так сказал об этом. Что мне с этим поделать, если я прав? Но даже если я не прав, просто будьте снисходительны ко мне. Давайте посмотрим первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, 23 стих. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Павел использует здесь слово во всей полноте и во всей целости. И в этом контексте он говорит людям, которым пишет «дух, душа и тело». Я считаю, что это вся человеческая личность. И что высшая часть, высший уровень – это дух, затем душа и затем тело. И я открою вам секрет. Я верю, что три отделения скинии соответствуют. Святое Святых Духу, Святое Душе, а внешний двор – тело. Теперь давайте откроем послание к евреям, 4 главу, 12 стих. Евреям, 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча, боюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные». Это то Слово Божие, которое мы с вами изучаем вместе, прямо сейчас. И позвольте мне сначала указать вам на последнее утверждение, что оно судит или различает помышления и намерения сердечные. Оно показывает вам, что происходит внутри вас. То, о чем вы сами бы не узнали, если бы не читали свою Библию. Кто-то сказал об этом так. Помните, что когда вы читаете вашу Библию, ваша Библия тоже читает вас. Кто из вас встречался с подобным? Вы внезапно были чем-то шокированы в самом себе, потому что вдруг увидели это в зеркале. Но давайте сейчас посмотрим первую часть. Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча, бою до острого. Оно проникает даже до разделения души и духа. Это означает, что самые трудновозделимые вещи — это душа и дух. Потом оно говорит так же. Составов и мозгов — это физическое тело. А в физическом теле — это две вещи, которые очень близки друг к другу. Это составы и мозги. Их очень трудно было бы разделить без соответствующего оборудования. Но никакое медицинское оборудование не может уделить душу от духа. Есть только один инструмент, который может это сделать. Что это? Слово Божие. Другими словами, если мы хотим знать разницу между духом и душой, то единственное, как мы можем узнать ее, это изучая Слово Божие. Слово Божие — это Божий скальпель, разделяющий душу и дух. Я думаю, что это очевидно, по крайней мере, мне очевидно, что если вы сможете разделить душу и дух, то они не могут быть одним и тем же. Точно так же, как составы и мозги не могут быть одним и тем же. Итак, большая часть того, что мы будем делать, это мы будем брать скальпель и разрезать им, делая это разделение. Мы будем разделять душу и дух. И позднее я скажу вам о том, что душа, которая поставлена в неправильное соотношение с духом, является источником большинства наших проблем. в нашей личной жизни, в церкви. Хорошо. Давайте теперь немного посмотрим на внешний двор и его содержимое. Я не буду открывать большинство из этих отрывков из книги Исход, потому что на это у нас ушло бы слишком много времени. Предлагаю вам проверить, точен ли я. Иногда довольно трудно быть точным во всех мелочах. Я буду рад, если меня поправят, и вы сможете это сделать после собрания, а не вставать посреди собрания. Я могу быть неправ. Может такое случиться, что я неправ. Раньше такое случалось. Братья и сестры, если вы неправы, то при этом важно признать, что вы неправы. Многие известные мне люди нажили себе массу неприятностей от того, что сказали что-то неправильно, и не пожелали признать это. Например, в 1963 году я был пастором последней церкви, в которой я должен был быть пастором. И однажды в воскресенье утром я проповедовал длинную проповедь о том, почему в церкви больше не может быть апостолов. Я прокомментирую это очень коротко и просто. Я был неправ. Я так рад, что я вскоре после этого признал, что я был неправ. Иначе бы дальше в своем служении я так и не признавал бы, что сегодня апостолы могут быть церкви. Итак, внешний двор. Его размеры были длина 100 локтей, а ширина 50 локтей. Он был небольшим. Он не представлял из себя ничего такого, что внешне впечатляет. Он был окружен забором из белого вессона, который был пять локтей высотой. Другими словами, средний обычный человек не мог заглянуть за него. Сегодня у нас есть отдельные гиганты, которые, вероятно, могли бы это сделать. Но в те дни люди были гораздо ниже ростом, чем народы некоторых стран Запада сегодня. Белый вессон представлял чистоту, святость и праведность. В Библии есть определенные стандартные прообразы, которые вам нужно знать, потому что это даст вам очень много. Просто для того, чтобы подтвердить свою мысль, я хочу, чтобы мы открыли Откровение, 19 главу. Откровение, 19 глава, стихи 7 и 8. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Адвенса, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в вессон чистый и светлый, в вессон жесть праведность святых. Здесь вы видите, что чистый, то есть белый вессон, представляет собой праведность. В наших отношениях с Богом, через Господа Иисуса, мы принимаем нашу праведность, когда в Римлянных 5 главе 17 стихе Павел говорит о тех, кто принимает дар праведности. Важно понять, что если вы не принимаете праведность тогда, то вы никогда ее не получите на том уровне, который Бог принимает. Бог сделал Иисуса грехом за нас, чтобы мы могли стать кем? Праведностью Бога в Нем. И вы не можете достичь этого своими усилиями. Вы либо принимаете ее как дар через веру, либо вы не принимаете ее вообще. Это то, что мы называем имененной праведностью. Неделающему. То есть первое, что вы должны сделать, это ничего не делать. Перестать что-либо делать. Неделающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого вера, его вменяется в праведность. Здесь есть такой технический термин «вмененная праведность». Но я хочу указать вам на то, что когда вы придете на брачный пирагенцем, вам нужно будет иметь что-то большее, чем просто вмененную праведность. Потому что там написано, что на невесте был белый чистый весон, который есть праведность святых, или в другом переводе «праведные дела святых». То есть смененная праведность должна стать осуществившейся праведностью. За то время, когда мы только встретились с Иисусом, и до того момента, когда мы придем к Нему. Павел сказал, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит вас и хотенье действия по своему благоволению. Таким образом, Бог действует в нас, и мы работаем над своим спасением. Но количество работы, которую Бог произведет в нас, прямо зависит от того, насколько много работаем мы. Если мы перестанем работать, то Бог перестанет работать. Возвращаемся к Скини. Светлый весон представляет собой чистоту, святость и праведность. Это можно найти во многих местах. Например, аароны священники должны были носить нижнюю одежду из весона. Ее никто никогда не видел, кроме Бога и их самих. Но они должны были иметь в себе внутреннюю нравственную чистоту. Им нельзя было подходить к жертвеннику, не имея на себе этой одежды, из белого весона. И вы найдете много мест в Библии, где Вессон говорит о святости, чистоте и праведности. Хорошо. Теперь, в Скини уход был всегда с восточной стороны. Вы увидите, что очень часто идет речь с использованием выражений «по правую руку и по левую». То есть при этом вы должны вставать так, что вы уходите в Скини с восточной стороны. То есть тогда ваша правая рука будет показывать на север, а левая — на юг. Итак, вы подходите с восточной стороны этого белого забора из весона. И вы оказываетесь перед очень красивой завесой из голубой, пурпуро-пурпуровой и черленой шерсти и крученого вессона, который висит на четырех столбах. И сейчас я вам скажу просто свое мнение, и вы свободны согласиться с ним или нет. Я верю, что эти четыре столба можно уподобить четырем Евангелиям. Мы входим в историческое откровение об Иисусе, которое мы можем понять нашим природным умом. Потому что я хочу сказать, я имею в виду, что мы находимся все еще в той области, которая освещается естественным светом. Любой человек может прочитать четыре Евангелия и узнать, что говорил Иисус. Прочитайте Писание о Его распятии и Его воскресении. То есть мы входим через четыре Евангелия. И первое, с чем мы теперь сталкиваемся, — это квадратный жертвенник из меди. Его размеры 5 на 5 локтей, а высота 3 локтя. Он был сделан из дерева и обложен медью. Когда вы читаете это, вы осознаете, насколько сильно развитым был еврейский народ того времени. Технологии. Я сомневаюсь, что в Новой Зеландии кто-то умел обкладывать какие-то изделия медью до того, как сюда прибыли иностранцы. Я хочу сказать, что в то время никто и близко не был к такому уровню. Но вот этот народ, который 3000 лет тому назад был в состоянии выполнять самую тонченную ручную работу из золота, серебра и меди, и самые трудные задания. И был один человек, и это интересно, что он отвечал за всю ручную работу. Вы помните, как его звали? Веселиил, или на иврите Пиццалел. И в Иерусалиме одна из улиц называется его именем, Пиццалел. Это означает «Тени Бога». И он первый человек в Библии, о котором сказано, что он был исполнен Духа Божьего. Интересно, для чего? Что проповедовать? Нет. Для того, чтобы выполнять ручную работу. Я думаю, что этот факт должен заставить нас гораздо выше ценить ручной труд. Я думаю, что одна из проблем церкви в том, что некоторые из нас были настолько духовны, что стали практически бесполезны. Я верю, что Бог высоко ценит ручной труд. Итак, этот жертвенник был обложен медью. Интересно, что слово, которое переведено на русский язык с иврита «медь», в иврите очень тесно, непосредственно связано со словом, обозначающим «змея», «нахаш» на иврите. Итак, вы оказываетесь перед этим предметом, полностью захватывающим ваше внимание. Перед жертвенником, обложенным полированной медью, который говорит о факте греха и о необходимости искупительной жертвы, до того, как кто-то сможет приблизиться к Богу. Это самое первое, что встает перед вами, и никак невозможно обойти его. И я думаю, что очень вероятно, что поскольку солнечный свет был очень яркий в тех краях, а жертвенник был отполирован, медь была отполирована. Так что, когда вы подходили к этому жертвеннику, вы видели в нем свое собственное изображение. Мне это говорит о том, что Иисус Христос уплатил наказание за наши грехи. Он был распят на кресте вместо нас. Это осознание греха и Божьего искупления. Это осознание греха в личности Иисуса Христа. И как я понимаю, вы нисколько не продвинетесь дальше в познании Бога до тех пор, пока вы не примете откровения о медном жертвеннике. Я говорю это каждому из присутствующих здесь. Вы можете быть исправным посетителем церкви, вы можете вести хороший, порядочный образ жизни, но вы не можете войти в саму скиню и в саму палатку, до тех пор, пока вы не посмотрите в лицо тому факту, что вы грешник, приговоренный к смерти, и что Иисус Христос на кресте понес ваши грехи, уплотил ваше наказание и умер вместо вас. И я скажу, что в таком большом собрании наверняка кто-то и есть, хотя бы один, кто никогда еще не приходил к этому личному осознанию греха и необходимости искупительной жертвы. Но замечательный факт в том, что это же от вас существилось, когда Иисус умер. Итак, мы приближаемся к скинии с восточной стороны. Но когда вы будете читать описание различных предметов скинии, оно идет в другом порядке. Оно начинается со святого святы. Понимаете, все, что важно для спасения, начинается с Бога, а не с нас, не с человека. Если бы Бог не взял на себя инициативу, то спасения никогда бы не было. Если вы откроете начало книги Левит, где говорится о различных типах жертв, то первая жертва – это не жертва за грех, это жертва всесожжения. А жертва всесожжения представляет собой личность, полностью отдавшую себя Богу. Так что все его существо поглощено ревностью к Богу. Кто был первой жертвой всесожжения? Правильно, Иисус. И если бы Иисус никогда не был бы жертвой всесожжения, то никогда не было бы жертвы за грех. Вы понимаете? Так что в этом откровении мы всегда начинаем с Бога, и с того, что Он обеспечил. Давайте сейчас остановимся перед жертвенником и перейдем во Святое Святых, и перечислим семь предметов обстановки. Первый предмет внутри Святого Святых – это ковчег, ящик, сделанный из дерева сетим и обложенный чистым золотом. И наверху его отдельный предмет, который в точности по размерам подходил к нему. Это крышка, которая также называется Престолом Милости. Мы будем еще говорить о ней позже. Итак, вот первые два предмета, они во Святом Святых. Раньше я сказал, что там один предмет обстановки. Но потому что, когда вы подходите к ковчегу и крышке, то они смотрятся полностью как одно целое. Потому что крышка ковчега в точности совпадает с размерами самого ковчега. Из Святого Святых вы выходите во Святое Место. Там упоминаются два предмета в Библии. По вашей левой руке, когда вы выходите, или же по правой руке, когда вы входите во Святое, находится стол хлебов предложения, или стол хлебов перед лицом Божьим. По правую руку при выходе из Святого Святых, или по левую руку при входе во Святое Святых, во Святое Место находится Семисвечник. Итак, это предметы номер 3 и 4. И потом, когда вы уже вошли во Святое Место, следующий предмет, который упоминается, это пятый предмет. Это Медный Жертвенник. Вы прошли уже весь путь из Святого Святых к самому выходу во внешний двор, к Медному Жертвеннику. И перечислено пять предметов. Ковчег, крышка ковчега, стол хлебов предложения, Семисвечник и Медный Жертвенник. Теперь, если вы идете наоборот, то есть если вы входите, то добавляется еще два предмета. И они добавляются только на пути, извне, вовнутрь. Они добавлены на пути вовнутрь, то есть при входе, только потому что Бог не нуждается в них, выходя из Святого Святых. Понимаете? Между Медным Жертвенником и входом в саму палатку был еще один предмет из меди. Это Медный Умывальник. Медная чаша или Медный Таз с водой, в которой священники должны были умывать свои руки и ноги. Всякий раз, когда они шли в скинию, и это было такое странное постановление, что если они не умывали свои ноги, они умирали. Это была не рекомендация, а очень строгое требование Бога. И потом, когда вы входили во Святое Место, по вашу правую руку стоял стол хлеба в предложении. И по левую руку от вас семисвечник из золота. И перед вами находился еще один предмет, который не упоминался в начале, потому что он не нужен был. Это золотой алтарь или жертвенник для курения. Он не нужен был при выходе, но он нужен при входе в скинию. Бог не нуждается в нем. Мы нуждаемся в нем для того, чтобы войти. И вы увидите, что в Библии везде, и также здесь, курение символизирует поклонение. Итак, вот эти семь предметов. Я думаю, мы перечислим их еще раз. Сейчас мы сделаем это в порядке, как будто мы идем извне, внутрь скинии. Я хочу, чтобы вы представили себе в уме картину скинии. Если мы достаточно раз повторим эти предметы, вы сможете иметь такую картину в голове. Итак, вы ходите через первую завесу, висящую на четырех столбах, которая, как я сказал, представляет Евангелие. Войдя за завесу, вы сразу сталкиваетесь с одним предметом, мимо которого вы никак не можете пройти. Медный жертвенник, представляющий собой Божие осуждения греха. И позвольте мне заметить и металлов. Медь представляет собой суд, серебро символизирует искупление, а золото представляет собой Божественную природу и святость. Я повторю это еще раз. Медь представляет собой суд, серебро и искупление, и золото Божественную святость и природу. Понимаете, медный жертвенник представляет собой Божие осуждения нашего греха. Вы не можете пройти мимо суда, когда подходите к Богу. Следующий предмет это медный умывальник, в котором священники должны были умывать свои ноги и руки Мы идем с востока, и второй элемент это медный умывальник Теперь, когда вы уходите во святое, там есть перед цветом завеса, висящая на пяти столбах, о которых мы скажем попозже По правую руку во святое, стол хлебов предложения, по левую семисвечник Прямо перед вами напротив завесы алтарь для курений, золотой жертвенник для курений И потом, когда вы входите за вторую завесу, предметы номер 6 и 7, ковчег и крышка ковчега Должно быть всего 7 Никаким образом Бог не устроил бы это без семерки Хорошо, теперь давайте посмотрим на медный умывальник Давайте на минуту посмотрим послание к эфесянам Пятую главу, начиная со стиха 25 Вот хороший совет, хотя он не относится непосредственно к скиме Мужья, любите своих жен Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее на кресте Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова Итак, Иисус умер на кресте Пролил свою кровь, чтобы искупить церковь Чтобы потом он мог осветить и очистить ее омытием слова Таким образом, смерть Иисуса изображается медным жертвенником А омывание водой слова символизируется умывальником И я думаю, что многие из нас, вероятно, не придавали достаточного значения вот этому второму медному элементу Потому что если вы изучите порядок в скине, то священник, который не омывал себя, его наказанием была смерть И я скажу об этом так Христос искупил себе свою церковь кровью, чтобы осветить ее своим словом И Божья искупительная цель не достигнута без освящающего действия слова в нашей жизни Ничто не может заменить действие слова Откройте отрывок из 1-го послания Иоанна, 5-й главы, стих 6-й Здесь говорится об Иисусе Сей есть Иисус Христос, пришедший водой и кровью и духом Не водой только, но водой и кровью И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина Через пролитую кровь он стал искупителем Через воду он стал освящающим И помните, что искупление не завершено без освящения Возвращаясь к прообразу Вы не можете просто подойти к жертвеннику и затем сразу войти в скиню Сначала вы должны вымыть свои ноги и руки в умывальнике Кто из вас знает, из чего был сделан этот умывальник? Он был сделан из зеркал, который они взяли у женщин Он не был сделан из стекла, потому что зеркалами им служила гладкая полированная медь Сегодня, когда я читал это место, я сказал Руфе Это действительно жертва со стороны женщин отдать свое зеркало Но я считаю, что это правильно Потому что, понимаете, Библия, Слово Божие, сравнивается также и с зеркалом И я думаю, что Бог фактически говорит Не будь так озабочен своей внешностью Принеси это в жертву Потому что то, что на самом деле важно, это то, что увидишь в зеркале И оно покажет тебе твою внутренность Насколько ты очищен и освящен Я не говорю, что женщине грех иметь зеркало Не нужно понимать это так Я свободно исповедую, что мои жены и зеркало Хорошо Сейчас у нас есть какая-то общая картина с Киней Мы увидели, что можем войти через откровение четырех Евангелий Мы входим через исторические факты жизни Иисуса У нас есть повествование об его искупительной смерти и его учении И вы помните, что еще до своей смерти он сказал ученикам Вы уже чисты, очищены Через что? Через слово, которое проповедовал вам Это умывальник, который очищает и освящает Сейчас мы выйдем из естественного света Мы входим в область, в которой мы уже больше не можем понять все эти вещи нашими органами чувств Мы входим в ту область, где есть только один способ понимания Это вера Автор послания к евреям говорит Верой познаем, или понимаем Что века были устроены Словом Божиим Так что из невидимого произошло видимое Когда вы входите в невидимое То вера является единственным средством понимания Я хотел бы процитировать то, что Павел сказал во втором послании к коринфянам, 4 главе Сначала мы прочитаем второй коринфянам, 3 главу, стих 18 Я верю, что это описание того, что происходит с нами прямо сейчас Я надеюсь, что это действительно происходит с нами Павел говорит во втором послании к коринфянам, 3 главе, 18 стихе Мы же все открытым лицом, как в зеркале Что это за зеркало? Слово Божие Взирая на славу Господню Я надеюсь, что мы придем к тому месту, где мы будем взирать на славу Господню Взирая на славу Господню, как в зеркале Взирая на славу Господню Преображаемся в тот же образ Вы видите, как это важно смотреть в зеркало Потому что, когда вы смотрите в зеркало Вы преображаетесь в подобие того, что вы видите Вот как Бог изменяет вас От славы в славу Разве это не восхитительно? Если вы не восторгаетесь от этого, то это от того, что сейчас очень жаркий полдень и вы сонливы Мы прощаем вас, но вы должны приходить в восторг от этого От славы в славу, как от Господня Духа Кто преображает нас? Дух Господний Когда он преображает нас? Когда мы смотрим в зеркало Уберите свой взор от зеркала, и Дух Святой не сможет работать Проводите меньше времени за телевизором Это не преобразует вас Это преобразует вас, но неправильным образом Я не проповедую против телевизоров Я говорю о том, что многие христиане много времени проводят за тем, что в конечном счете не имеет никакой духовной пользы Я всегда оцениваю время таким образом Что я смог бы сделать, если бы я в настоящее время не делал то, что делаю Понимаете, что я имею в виду? Хорошо, теперь второе послание к коринфянам, 4 глава, стихи 17 и 18 Ибо кратковременное легкое страдание наше Подумайте хотя бы на минутку о Павле, когда вы возьмете это утверждение Он получил 195 ударов от иудеев несколько раз Он однажды терпел корабль крушения, ему побивали камнями Он знал, что такое голод, жажда, побои И он говорит, наше легкое страдание На что вы жалуетесь? Братья и сестры, на что мне жаловаться? Помните, что жаловаться — это грех И из-за него вас начинают жалить огненные змеи Возвращаясь ко второму посланию к коринфянам, 4 главе, 17 стиху Ибо кратковременное легкое страдание наше Производит в безмерном преизбытке вечную славу Обратите внимание, что главная суть здесь — это слава Как мы становимся причастниками славы? Стих 18 Когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое Это видимое временное, а невидимое вечно Итак, помните, страдание придет к вам Неважно, хотите вы этого или нет Вам не нужно искать его Вам не нужно ходить за ним Будут времена давления, неприятностей и страданий Павел и Варнава сказали о ранней церкви Что в Царство Божие нам надлежит войти многими скорбями Если вы хотите войти в Царство Божие То вы должны пройти через скорби Но скорби не принесут вам никакой пользы Если вы не смотрите в правильном направлении Кратковременное легкое страдание наше Производит вечную славу Когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое То, что мы должны делать Я надеюсь, это мы и делаем сейчас Мы должны смотреть на невидимое Мы должны смотреть в зеркало И единственное, как мы можем понять эти невидимые вещи Это верой Вера открывает невидимое Хорошо, сейчас мы вступим за завесу Которая напротив святого И она повешена на пяти столбах Есть масса способов истолкования этого Но мне очень живо видно то Что эти пять столбов представляют собой Пять видов земного служения Иисуса Апостол, пророк, евангелист, пастор и учитель Апостол, пророк, евангелист, пастор и учитель Вы, может быть, не сможете заставить себя думать так, как думаю я Но, на мой взгляд, то, что происходит в святом месте Это действия этих сверхслужений Теперь мы подходим к трем элементам обстановки святого места Я уже сказал, что святое мы будем истолковывать, как прообраз души Хорошо Итак, сейчас мы рассматриваем нашу душу Позвольте мне сделать также еще одно наблюдение, прежде чем мы пойдем дальше Откроем послание к Ефесянам, 2 главу Стихи с 4 по 6 Бог, богатой милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом Благодать его спасены И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе Ключом к этому отрывку является слово «отождествление» Это одно из ключевых слов Отождествление означает сделать себя одним с кем-то Или поставить себя на место кого-то И вы по-настоящему не поймете, что произошло на кресте до тех пор Пока вы не усвоите этот принцип отождествления Это двоякое отождествление Прежде всего, Иисус отождествил себя с грешником Он взял на себя вину грешника Он занял место грешника Он заплатил наказание грешника Он умер смертью грешника Это то, что сделал Он Наш отклик Это наше отождествление с Ним Мы смотрим на Него, висящего на кресте верой, и говорим Он умер за мои грехи Он занял мое место Павел говорит в послании к Римлянам, 6 главе 6 стихе Наш ветхий человек был распят с Ним Мы видим там Иисуса И мы видим там себя отождествленными с Ним Когда Он расплачивается за наши грехи И это ключевой момент После того, как вы отождествитесь с Ним в Его смерти Вы имеете право последовать за Ним во все, что было после Его смерти Следующее — это погребение Как мы отождествляемся с Ним в Его погребении Я хочу услышать вас Правильно, чрезводное крещение Будучи погребены с Ним в крещение В смерть Вот почему крещение имеет такое решающее значение Потому что это первое внешнее отождествление с Иисусом А после того, как вы погребли с Ним Вы имеете право сделать следующий шаг Который является чем? Воскресением Правильно Но если вы не погреблись с Ним, то вас нельзя воскресить Но в римлянах Павел говорит, что мы можем идти дальше И если вы посмотрите здесь Послание к Эфесянам, 2 главе, стихи 5 и 6 Здесь написано Что Он оживотворил нас со Христом И воскресил с Ним и посадил на небеса Здесь всюду употребляется прошедшее время Это уже не произойдет Это уже произошло На чем сидит Иисус? На престоле Итак, где мы посажены на престоле с Иисусом? Итак, вот эти шаги отождествления Погребенные, оживотворенные, воскресшие, вознесенные Я верю, что Бог показал мне, что прохождение через первую завесу Это отождествление с Ним в воскресении Когда вы войдете за вторую завесу То это отождествление с Ним в воскресении Вы находитесь на совершенно другом уровне, пройдя за вторую завесу Вы еще не вошли туда, но ободритесь Это именно то, куда мы направляемся Следующее, что я хочу сказать Душа — это проблемная область У нас есть много проблем в наших телах Я думаю, что многие из них связаны с проблемами в наших душах И я думаю, что если бы у нас было меньше проблем в душах То и в телах было бы гораздо меньше проблем Но душа является областью конфликтов Именно тут происходят наши битвы Я сейчас скажу что-то личное Я вышел из Пятидесятничества И я благодарен Богу за Пятидесятников И потом я занялся служением изгнания бесов из людей И что меня удивило Люди, которые до сих пор были моими друзьями Незапно стали моими критиками И я подумал про себя, это странно Сейчас мы нашли ответы на те вопросы Которых раньше мы не могли решить Но никому это не нравится Никому из этих людей Но самое странное было то, что такие люди, как римские католики Члены епископальной англиканской церкви сказали Вот оно, он нашел ответ Я никогда не ожидал этого от них Я понял, что это была своего рода традиция Это не было доктриной У Пятидесятников была такая традиция Что когда ты спасен, ты спасен Ты крещен в духе И в воде, и в духе Ты говоришь на языках И с тобой теперь все в порядке У тебя больше нет никаких проблем С этим только одна проблема Это неправда Это очень далеко от истины Фактически, я думаю, что быть пастором у людей Которые крещены в духе святом Это труднее Потому что в них гораздо больше жизни Они сильнее пинаются, они больше кричат Но к чему я веду? Если вы сможете понять эту картину души То вы поймете, почему у нас есть проблемы Душа — это область проблемная Это заставило меня много молиться Много размышлять И заниматься исследованием И я обнаружил, что традиционный взгляд церкви Сложившийся на протяжении веков такой Что душа является для человечества полем битвы И именно здесь разыгрываются сражения Понимаете, плохо уже то, когда идет сражение Но гораздо хуже, когда ты думаешь, что никакого сражения нет Тогда как-то в самом деле идет сражение Что я хочу сделать? Я хочу освободить вас от чувства вины Я хочу показать вам, что это поле битвы И что очень немногие из нас проходят через это поле без многих битв Я имею в виду, что величайшие святые Божии Это часто те, кто испытывал самые сильные конфликты в сфере своей души Некоторые люди с того момента, как они обратились, не особо угрожали сатане Но он говорит иногда, я сделаю все, что в моих силах, чтобы не дать этому человеку двигаться вперед Потому что если он будет двигаться вперед, у меня будут неприятности Так что в каком-то смысле, если дьявол добирается до вас, то это комплимент Вам, может быть, это не нравится, но это так Сейчас я хочу сказать, что когда душа находится в неправильном соотношении с духом И в неправильном отношении к Богу Именно тогда у нас бывают истинные проблемы Понимаете, Бог правит свыше И Бог никогда не потворствует демократии Бог нигде не говорит, что демократия — это наилучшая форма правления В Библии очень немного демократии И уж точно вы не найдете демократию в церкви Бог правит свыше Мы не будем рассматривать применение этого к церкви Мы просто рассмотрим человеческую личность Бог имеет отношение с духом человека Дух — это то, что связано с Богом лично и напрямую Бог задумал человека как триединое существо В котором дух направляет душу А дух и душа вместе направляют тело Как гармонично триединое существо Но из-за греха душа человека взяла свой собственный курс И пошла своим собственным путем И поэтому связь души с духом нарушилась И нарушилась ее связь с Богом И всякий христианин, действующий в сфере души Не имеющий правильного отношения с духом и с Богом Является проблемой для самого себя и для других людей В греческом языке есть слово, которое употребляется в Новом Завете Которое описывает это Буквально с греческого — это душевный Греческое слово — это псюхикос Оно происходит прямо от греческого слова, обозначающего душа От слова псюхи Псюхи — это душа, а псюхикос должно переводиться как душевный В некоторых, в различных переводах используется много других слов для описания этого Но до тех пор, пока вы не вникнете в суть оригинала, вы не поймете смысла Я покажу вам места в Новом Завете, где используется слово душевный Первое место — это вторая глава первого послания Коринфянам Стихи с 12 по 15 Первое послание Коринфянам Вторая глава стихи с 12 по 15 Но мы приняли не Духа мира этого, а Духа от Бога Пожалуйста, обратите внимание, что они противоположны друг другу И они противопоставляются Но мы приняли Духа от Бога Дабы знать, дарованное нам от Бога Кто открывает нам то, что мы имеем от Бога? Дух Божий Заметьте, эти вещи даны нам уже Но до тех пор, пока Он не откроет их нам, у нас их нет Понимаете? Богу не нужно давать нам чего-то такого, чего Он еще нам не дал Что нам нужно делать? Это нам нужно выяснить, что Бог уже дал нам, и применить это к себе Взять это к себе Как сказал Петр во втором послании Петра 1 главе Нам дано все необходимое для жизни благочестия Уже дано Но без откровения Духа Божьего мы можем жить как нищие Тогда, как мы должны жить как дети царя Хорошо, стих 13 Что и возвещаем То есть те вещи, которые Бог дал нам, мы и возвещаем Не от человеческой мудрости, изученными словами Но изученными от Духа Святого Соображая духовное с Духовным Это можно перевести так же и по-другому Открывая духовные истины духовным людям Но обратите внимание Что ударение ставится на откровение Духа И Павел опять-таки противопоставляет это тому, что он называет человеческой мудрости К этой сфере, вероятно, относятся психология, психиатрия, может быть, философия И Павел говорит, что описывая духовную сферу, мы не можем пользоваться человеческим языком Языком человеческой мудрости Я всегда начинаю нервничать, когда слышу проповедника, цитирующего психологов и психиатров Они, конечно, много узнали эмпирических фактов о том, как люди устроены Но их стандарт — это большинство людей, которые делают что-то Если 85% людей занимаются мастурбацией, то тогда мастурбация, по их мнению, это нормально Вот каков и подход в принципе Но это не подход Писания Писание не определяет моральные стандарты тем, что ставит их на голосование И, на мой взгляд, у психологов и психиатров нет адекватного языка, который правильно описывает внутреннюю человеческую природу Потому что все они, в принципе, смотрят на человека просто как на тело И больше ничего Или как человека, который имеет тело и что-то еще, что можно назвать душой Человека нельзя адекватно описать в этих терминах Поэтому Павел говорит, мы должны использовать другой язык Мы должны использовать духовный язык И я предлагаю вам такую мысль Что язык скини — это духовный язык и есть Она разработана скиния для того, чтобы описывать эти вещи Хорошо, продолжаем Стих 14 Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего Человек, действующий на уровне души и без Духа, не может принять того, что от Духа Божьего Он может быть высокообразованным, чрезвычайно интеллектуальным Я думаю, что могу сказать, не хвалясь, что я был очень высокообразованным и чрезвычайным интеллектуалом Но вся Библия была для меня чем-то совершенно странным Я читал ее 9 месяцев и ничего не мог понять из нее Но потом мой дух стал живым Дух Святой вошел в меня И перемена была радикальной И это произошло за один день Но душевный человек, какой бы он ни был настойчивый Какой бы он ни был религиозный и образованный Не принимает того, что от Духа Божьего Душа не может принять того, что от Духа Божьего За исключением, как через Дух Человека Если душа соединена Духа Человеческого То тогда она является проблемной сферой Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего Потому что он почитает это безумие И не может разуметь Потому что об этом нужно судить духовно Заметьте, здесь специально дается противопоставление Между Душой и Духом Они понимаются эти вещи духовно О них нужно судить духовно, а не душевно Но Духовный судит о всем А о нем судить никто не может Это странный стих, правда? Я сам часто недоумевал, что бы это могло значить Но потом я понял, что противопоставление, которое здесь Это между душевным и духовным Я думаю, что я встречал одного духовного человека Это было много лет тому назад, когда я был молодым проповедником Его звали Эдди Петерс Он был пастром церкви Филадельфия в Стокгольме, в Швеции И он был непроницаемым Я чувствовал, что он взвешивал меня Как бы выяснял, что я собой представляю И я просто ничего не мог понять Я чувствовал себя, как будто находился в присутствии чего-то неощутимого Это то, о чем Павел говорит Духовный человек судит о все, о все А о нем судить никто не может Я не думаю, что сегодня есть много духовных людей Я буду честным с вами насчет одной вещи Мы слишком демократичны Другими словами, мы хотим быть милы со всеми А если ты невежливый, то ты недуховный Я не знаю, примете ли вы то, что я пытаюсь сказать Большинство ветхозаветных пророков не были вежливыми Я думаю, что человек, который по-настоящему представляет Бога Своего рода он как бы заперт в Боге И если у тебя нет доступа к Богу То у тебя нет доступа к этому человеку Как бы то ни было, то, что я хочу сказать Это что весь этот отрывок проводит четкое и ясное различие между духовным и душевным Давайте откроем первое послание Коринфянам, 15 главу Со стиха 44 и ниже Первое послание Коринфянам, 15 глава, стих 44 и ниже В 44 стихе речь идет о воскресении тела Сеется тело душевное Я слышал много разных неправильных истолкований Потому что люди не понимали, какой перевод точен Сеется тело душевное Восстает или воскресает тело духовное Есть тело душевное, есть тело и духовное Это интересно, вы раньше замечали это место? Стих 46 Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное Я не знаю точно, что такое душевное тело И что такое духовное тело Я дам вам некоторые мысли И вы сами смотрите Когда я был миссионером в Африке Я говорил моим дорогим африканским братьям и сестрам Послушайте, некоторые из того, что вам привезли миссионеры Это хорошо Но некоторые вещи не очень Вы не обязаны верить всему Все вы знаете, как нужно действовать, когда ешь рыбу Мясо нужно есть, а кости нужно выплевывать То же самое делаете с тем, что привозят миссионеры И я скажу то же самое вам Вы не обязаны глотать все, что я говорю вам Глотайте мясо А если есть какие-то кости, то выплевывайте их Я не хочу, чтобы вы ели кости Но как бы то ни было, я расскажу вам Не знаю, с чего начать Потому что начинается это очень давно В книге Левит, 17 главе, 11 стихе сказано Душа человека в крови На иврите душа, это не флеш В книге пророка Исаии, 53 главе, 12 стихе Сказано об Иисусе пророчески Что Он предал душу Свою на смерть Или излил душу Свою до смерти Как Он излил буквально Свою душу? Через кровь Он излил ее в крови Он не оставил ни одной капли своей крови Итак, душа на иврите, это нефеш На греческом это псюхе И находится она в крови Итак, у душевного тела есть кровь Я склонен думать, что у духовного тела крови нет Это предположение Когда Иисус воскрес Когда Он воскрес, Он сказал Своим ученикам Прикоснитесь ко Мне, осижите Меня Я не привидение Потому что дух или привидение плоти и костей не имеет Он не сказал им, плоти и крови не имеют И если это так, то мы будем воскрешены в телах без крови Я не верю, что Иисусу нужно было вернуть Себе обратно кровь После креста Он накропил ей святое место Мы будем говорить об этом позже Итак, вот одно из различий между душевным телом и духовным Другое различие состоит в том, что я думаю, что душевное тело является как бы местом, ограничивающим человеческий дух То есть можно сказать, что душа это как бы коробка передач, которой дух должен пользоваться для того, чтобы получить желаемые им результаты Вы понимаете, что я имею в виду? Давид в 102-м псалме и нескольких других местах сказал «Благослови душа, моя Господа» Кто говорил о его душе? Его дух Его дух говорил «Давай, душа, время благословлять Господа» Но душа это было то, что давало речь и что производило слова То есть дух не мог добиться исполнения того, что он знал, что нужно делать без сотрудничества души То есть в этом теле, для того, чтобы получить результаты, мы зависим от нашей души Если мы хотим куда-то пойти, то наша душа должна быть убеждена духом в том, что именно туда нам надо идти И я верю, что в воскрешенном теле у нас не будет такого ограничения Куда мой дух пожелает пойти, туда я и пойду Мне не нужно будет никак убеждать более низкие уровни моей личности Сейчас только что мне пришла такая мысль Я никогда раньше об этом не думал Здесь сейчас действует дух откровения Это то, о чем мы молились По крайней мере, я молился о духе премудрости откровения Иезекииль, первая глава Я никогда раньше об этом не учил, и, может быть, после этого никогда не буду учить Итак, книга пророка Иезекииля, первая глава, 20 стих Итак, книга пророка Иезекииля, первая глава, 20 стих Да, здесь речь идет о живых тварях с колесами Вы все знаете о этих животных и о колесах О видении, которое было Иезекиилем Всякий раз, когда эти живые существа двигались, колеса тоже куда-то двигались И колеса были такие высокие И они были ужасными, и у них были глаза И причина, по которой колеса двигались так же, как и двигались эти живые существа Была в том, что дух этих живых существ был в колесах Понимаете, они находились под контролем духа И в 20 стихе говорится об этих животных Куда дух хотел идти, туда шли они И это и есть духовное тело Куда бы ни хотел пойти дух, туда ты идешь Тебе не нужно ждать отклика своей души Чтобы она начала приводить тело в действие Для меня это прямо сейчас стало очень живым Раньше я не видел этого так ясно Я просто могу сейчас видеть себя самоуславим Как я хочу идти туда, и я иду туда Много лет тому назад в Дании В одном городе был один парикмахер, 50-ник В том городе, откуда родом была моя первая жена И у него был однажды сон Этот сон был очень простым, и он рассказал о моей жене Он сам был довольно простым человеком И очень посвященным свидетелем для Иисуса Всякий раз, когда он брил кого-то из известных в городе людей Он намыливал их пьяные Они уже были готовы побриться Потом он доставал свою бритву и задавал человеку вопрос Вы готовы встретиться с Богом? Короче говоря, был у него такой сон И он рассказывал моей жене Это было так Я просто указал туда пальцем И вдруг я оказался там Я указал наверх, и я пошел вверх Я думаю, это духовное тело было Хорошо Мы говорили с 1-го послания Коринфянам 15-й главы 44-й и 46-й стихи Что я пытаюсь сделать, это не дать вам абсолютно точный ответ о том, что такое духовное тело Я хочу сказать, что есть очень четкое разделение и даже противоположность между душевным и духовным И есть еще два места Послание Якова 3-й глава Вы никогда не бывали среди христиан, которые имеют такие качества в себе, правда? Это было только в старые дни, в старину Теперь вы слушаете диагноз Стих 15-й Это не есть мудрость, нисходящая свыше Но земная, душевная, бесовская Здесь очень точный перевод Душевная Понимаете? Христиане выходят из духа Сходят на земной уровень Где все их ценности и стандарты от этого мира И они попадают на уровень души, неконтролируемый духом И какой следующий шаг? Бесовский Правильно Они сходят с ума Они теряют контроль над своими чувствами Они кричат друг на друга Ими манипулируют бесы Конечно, я знаю, что в Новой Зеландии никогда такого не случается Но вы видите диагноз Вы видите проблему Душа в неправильном положении Недисциплинированная Богом и Его Словом Одно из слов, которое я сейчас буду подчеркивать, это дисциплина Самодисциплина Хорошо Есть еще одно употребление послания Иуды Послание Иуды, стих 19 Иуда, стих 19 Чтобы понять контекст, нам нужно прочитать стиха 17 Но вы, возлюбленные, помните предсказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям Мы видели таких ругателей Это одно из ясных указаний на то, что сейчас делается в последнее время Их количество растет с каждым годом Это люди, отделяющие себя от единства веры Душевные, не имеющие духа Итак, кто люди, которые вызывают разделение? Это люди, которые действуют на уровне души Не под руководством и контролем духа Я думаю, что по благодати Божией Я помог вам поставить диагноз чему-то Я просто даю вам слово душевный И это в каком-то смысле новое окно для вас Потому что душа — это место проблем Нам, конечно, не нужно чувствовать осуждение за проблем, которые есть душа Потому что вот такова душа Но мы должны быть в состоянии распознать Увидеть, признать проблемы и знать, что с ними делать Я не верю, что люди, которые ходят в Духе Святом Когда-нибудь произвели в Церкви разделение Но это одна из трагедий в современной Церкви, как я вижу ее Давайте назовем себя харизматами Кто-то из вас может не относиться к этой группе, но вам это совершенно не в укор Но таким образом мы как бы ирлычок повесим себя Когда-то мы считались фанатиками Это было совершенно неправильно Теперь мы называемся харизматами Теперь мы уважаемы Но на самом деле мы не очень изменились Так или иначе, я каждый год встречаюсь с тысячами харизматов Мое наблюдение о них таково Что большинство из них не могут отличать душевное от духовного И они так легко оказываются обманутыми Я не думаю, что в Новой Зеландии так Но в Соединенных Штатах суммы денег, которые достают из людей манипулированием Душевным давлением Это миллиарды долларов Это сравнимо с азартными играми Эти деньги были предназначены для исполнения того, что хочет Бог Понимаете, это не какая-то маленькая проблема И есть только одно средство от этого И я сейчас не учу об этом Единственное средство от этого — это крест Крест, примененный к нашим жизням Я скажу вам об этом коротко Я чувствую, что Бог хочет, чтобы я сказал об этом В послании к Галатам Павел говорит о пяти путях, которыми крест работает в жизни верующего В послании к Галатам, 1 главе 4 стихе Он говорит об Иисусе, который отдал Себя самого за грехи наши Чтобы избавить нас от настоящего лукавого века Позвольте мне спросить вас, братья и сестры Освободились ли вы по-настоящему от настоящего лукавого века? В каком веке вы живете? Знаете, почему это лукавый злой век? Сказать вам? Потому что сатана является богом этого века И до тех пор, пока этот век длится Сатана будет его богом, и он будет злым Божье средство — это не изменить этот век, а избавить нас от него И затем есть четыре аспекта этого избавления Галатам, 2 глава 19 стих Законом я умер от закона Для закона Законом я умер для закона Я сделан праведным не через соблюдение набора правил Я избавлен от законничества Я считаю, что величайшей проблемой сегодняшней церкви является законничество Интересно, что когда Павел писал коринфянам Там за вечерей Господней было пьянство Там была нечистота Там был один человек, который жил с женой своего отца Но Павел начал с благодарности Богу за благодать Божию Данную коринфским христианам Когда он писал Галатам У них не было ни пьянства, ни блуда Их проблемой было законничество И он не смог благодарить Бога за них Он сказал просто Я удивляюсь, что вы так быстро отворачиваетесь от Божьего Евангелия Один известный в христианском мире проповедник сказал Что по его наблюдению, то, от чего больше всего новообращенных соблазняются в церквях Это законничество Галатам, 2 глава, 20 стих Конец 19 стиха, на самом деле Я сраспялся к Христу Конец эго человека Его я, души Посмотрите на мое я Я хочу, я думаю, я чувствую, я хотел бы, я важен Галатам, 5 глава, 24 стих Те, которые Христовы распяли Плодь Старую, эгоистичную, чувственную, корыстную, плодскую природу Со всеми ее страстями и аппетитами С ней покончено на кресте И братья и сестры, именно мы должны вбить эти гвозди И это больно Но гораздо больнее, если не сделать этого Позвольте привести вам простой пример Вот замечательная девушка, 20 лет, духовная Член церкви, хорошей церкви с заботливым пастором И на нее обращает внимание мужчина, немного старшая Которая не является посвященным христианином Он ходит в церковь вместе с ним Просто для того, чтобы добиться ее, он согласен ходить в церковь Ее пастор советует ей не вступать в брак Если она послушает того, что он говорит ей То она вобьет эти гвозди и скажет Я не собираюсь отдаваться своим эмоциям, этим чувствам Это больно Другой путь гораздо более болезненный Она поступает неправильно и живет в аду В браке 20 лет И потом этот мужчина уходит от нее Сколько времени нам нужно, чтобы выучить этот урок Жениться на человека, который не является посвященным христианином, невыгодно Но больно будет в любом случае Но боль Креста вскоре заканчивается А боль 20 лет жизни с неправильным человеком в неправильной ситуации Длится очень долго Итак, третье средство, это Галатам 5 глава 24 стих Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями И желаниями пристрастиями С ее гордостью, с ее надменностью С ее самоуверенностью, с ее жадностью С ее эгоизмом И, наконец, и это славно Я проповедовал уже почти больше двух лет тому назад Пасхальное воскресенье в одной баптистской церкви И когда я открыл, дошел до этого места Писания Я получил откровение в этой церкви Как будто бы просиял свет А я не желаю хвалиться Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа Которым для меня мир распят И я для мира Между мной и этим злым миром стоит крест Мир не имеет на меня никаких притязаний И я ничего не желаю от него Я ничего не жду от него Когда я смотрю на крест, я вижу там распятую фигуру Когда я смотрю на мир, я вижу тоже распятие Когда мир смотрит на меня, он тоже видит распятие У нас нет никакой связи и сообщения Я избавлен Вот средства Другого средства нет, кроме как это Применение креста к области души Хорошо, я думаю, что мы подошли к концу нашего времени На следующем нашем уроке я буду разбирать три элемента обстановки Представляющих три способности души И как их нужно дисциплинировать и привести в соответствие с Божьими целями И тогда с Божьей помощью мы подготовимся к тому, чтобы войти за вторую завесу Аминь Дерек Принц Минстрия, Флорида, Флорида, 33302 Или contact the Derek Принц Минстрии branch office nearest you Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok